О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день. И смотрите далее, что же будет в выпуске. Агрессивная среда оккупации. К чему приводит милитарное воспитание и чем руководствовался керченский стрелок? От духовного к материальному. Верховная Рада и Церковь Андреевскую Вселенскому Патриархату передала и бюджет в первом чтении приняла. Клапаны сердца, растущие с ребенком. Украинские кардиологи внедряют новую разработку. Требовать компенсацию от России смогут украинские компании, заутраченные из-за аннексии Крыма бизнес. Так решил Федеральный суд Швейцарии. Теперь международный арбитраж в Женеве может рассмотреть 12 исков украинских предприятий. В частности, Укрнафта оценивает свои потери в 50 миллионов долларов, а другие 11 компаний – более чем в 47. Доступность оружия и агрессивная окружающая среда. Эти факторы могли повлиять на решение керченского стрелка Владислава Рослякова совершить теракт в колледже, где он учился. Жертвами стали 21 человек, включая и самого Рослякова, который взорвал самодельную бомбу, расстрелял людей и покончил с собой в библиотеке. Около 70 человек ранены. Окупационные власти Крыма усилили охрану учебных заведений, а колледж, где произошла трагедия, закрыли до следующей недели. Сейчас этот оружейный магазин – один из самых известных в Крыму. Именно там покупал боеприпасы Владислав Росляков. Дробовики, патроны к нему приобрел их вполне легально. По российским законам, которые действуют в аннексированном Крыму, владеть оружием разрешено с 18 лет. По украинскому же законодательству, действовавшему на полуострове до российской аннексии, это было бы невозможно. В Украине владение гладкоствольным охотничьим оружием разрешено с 21 года. Нарезное у нас доступно вообще после 25 лет. То есть в том возрасте, когда уже человек действительно понял, что он увлечен этим видом колоколого спорта. Если мы говорим о сформированности психических процессов, о сформированности нервной системы, о даже гормональном законченном развитии, то это колоссальное отличие между 18 и 21 годом. По словам психолога, 18 подростками еще движет внутренняя агрессия в период созревания и осознания собственной личности. И здесь важно, в какой среде растет молодой человек. Если пространство вокруг наполнено агрессивным контентом, это может сыграть роковую роль. Он амбициозен, он резок, он в комплексах. Он пытается выживать, завоевать себе место под солнцем. Если объективно среда подогревает именно вот эту компоненту, то мы в принципе увеличиваем, акцентируем еще больше агрессивное наполнение. Российское общество навязывает жителям оккупированных территорий свое мировоззрение, далекое от пацифизма. Вот видео с того самого колледжа, где учился убийца, в духе российских и советских милитарных традиций. Нет, сынок, не умирай! Не можно, мама, ведь я солдат! У самого Владислава Рослякова на странице в соцсети публикации с поддержкой псевдореспублик на Донбассе и посты, одобряющие российскую агрессию. При обыске в доме парня следователи нашли немало литературы по оружейному делу. Еще один фактор, отличающий украинское законодательство от российского типа оружия, которые можно продавать гражданским. В Украине нельзя купить винтовку или ружье короче 80 сантиметров и без приклада. У него было ружье с пистолетной рукояткой, без приклада. Подобное оружие у нас в продаже запрещено. И, ну, собственно, понятно почему, потому что вот видно, что такое оружие значительно легче пронести с собой в какие-то людные места и использовать его, грубо говоря, для совершения преступления. Свой дробовик Владислав Росляков заряжал патронами для охоты на крупного зверя. Их картечь практически не оставляет шансов выжить при ближней стрельбе. Раньше в России уже были случаи жестоких нападений подростков на других детей и преподавателей в учебных заведениях. Теперь это произошло и в оккупированном России и Крыму. По данным СМИ родителей стрелка, оккупационная власть решила оштрафовать на 500 рублей. Это около 9 долларов за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей. Игорь Меделян, Руслан Белозеров, ЮАИ-ТВ. Поддержать родственников погибших в результате теракта в Керчи. В Крымском доме в Киеве началась акция памяти о жертвах трагедии. Она будет продолжаться несколько дней. Люди несут цветы, записывают слова поддержки тем, кто потерял близких в книгу памяти. Ее организаторы акции обещают передать крымчанам в Керчи. Сознание того, что это произошло в твоем городе, где все друг друга знают, где в любом случае все между собой знакомы, от осознания этого было страшно. Но когда сегодня утром увидела списки погибших, и когда ты в этом списке видишь фамилию, имя человека, с которым ты бок о бок был столько времени, это очень страшно и очень сложно. Дай Бог всем терпения. Слова здесь уже не помогут. Неадекватной агрессивностью политической элиты России назвал заявление Госдумы об обострении ситуации в Украине Александр Турчинов. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, Украина готова противостоять агрессии Кремля и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной. Где содержат Романа Сущенко, неизвестно. Российские власти не предоставляют такой информации. Незаконно осужденного украинского журналиста 10 дней назад этапировали. С Лефортовского СИЗО его перевезли в матросскую тишину, в так называемый сборный пункт, рассказал его защитник Марк Фегин. Дальнейшая судьба Сущенко неизвестна. Собственного корреспондента Украинформа во Франции Романа Сущенко в нарушении международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве. По версии ФСБ Сущенко – кадровый сотрудник украинской военной разведки. Его безосновательно обвинили в шпионаже. В июне суд Москвы приговорил Сущенко к 12 годам заключения. Ужесточать санкции против России США будут каждые несколько месяцев. Американское правительство также ведет переговоры о новых ограничениях в отношении Москвы с Европой. Заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции аналитического центра Atlantic Council. По его словам, шансы на урегулирование конфликта на Донбассе за последнее время уменьшились из-за действий Кремля. Для окончания военных действий необходимо привлечь к ответственности виновных в разжигании конфликта и убийствах мирного населения. Дополнил дипломат, он напомнил, с начала 2018 года 39 мирных жителей погибли, еще 166 ранены. США стараются увеличивать давление на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе. Это касается и сохранения санкций, а также периодического их ужесточения. Миграционный кризис, внутреннюю безопасность и изменение климата обсудили лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Накануне в первый день переговоров участники говорили о выходе Британии из Евросоюза. Тереза Мэй не представила новых предложений по Брекзит, поэтому Лондону дали больше времени на решение проблем внутренней политики. А экстренный саммит по Брекзит, запланированный на 17-18 ноября, отменили. Мы хотим продолжить переговоры в позитивном ключе. Мы высказываем полное доверие Мишеле Бранье и призываем нашего переговорщика приложить все усилия, чтобы достичь соглашения. Мы готовы вернуться к переговорам по Брекзиту после отчета о достижении договоренностей. И мы должны сказать честно, пока прогресса нет. Трагическая дата. Год назад в Харькове произошло смертельное ДТП на улице Сумской, в котором погибло 6 человек. Еще пятеро получили травмы. В годовщину трагедии на месте аварии отслужили панихиду. С самого утра харьковчане несут сюда цветы и свечи. Родственники пострадавших пришли с портретами погибших. Я считаю, что нам сейчас важно быть вместе, держаться друг к другу. К сожалению, кто-то погиб, кто-то остался живым. У нас двойная ответственность прожить эту жизнь за них. Сегодня мой второй день рождения, поэтому я здесь. Это трагедия для всего города. На месте этих погибших мог быть каждый из нас. Этот перекресток я лично прохожу каждый день. Я занимаюсь в этом здании английским языком. И каждый день я перехожу дорогу, вспоминаю аварию. 18 октября 2017 года внедорожник «Лексус» на большой скорости врезался на перекрестке «Фольксваген» и вылетел на обочину прямо на людей. Там в это время находились десятки пешеходов. Машиной управляла 20-летняя Елена Зайцева. Позже на скамье подсудимых оказался и водитель второго внедорожника Геннадий Дронов. От духовного к материальному. Верховная Рада проголосовала за передачу Андреевской Церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриархату и приступила к бюджетному процессу. Как проходило голосование, знает Ольга Михайлюк. В Украине восстановили Ставропегею или официальное представительство Константинопольского Патриархата. Верховная Рада поддержала президентский законопроект о передаче Андреевской Церкви в пользование Вселенскому Патриархату. Храм остается в собственности государства. В него смогут приезжать экзархи для проведения богослужения и помощи в проведении Объединительного Архиерейского Собора. Это необходимый шаг для получения Томаса об автокефалии Украинской Поместной Церкви. Вселенская Патриархия в разное время по подсчетам историков имела до 20 различных ставропегий на своей канонической территории Украины Руси. Верховная Рада восстанавливает ставропегию Вселенского Патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль представительства Патриарха в Арфоломее. Ею станет Андреевский храм на Андреевском спуске. Они не только формально презентуют материнскую для Украины церковь. Полноценная работа этого представительства требует обеспечения сооружением, где посланники Вселенского Патриарха смогут проводить богослужения. Затем парламентарии приступили к бюджетному процессу. Сначала проголосовали за бюджетный кодекс со среднесрочным планированием на три года. Долгосрочное планирование в государственных финансах – это очень важно, особенно в условиях предвыборного года. Все хотят от нас прогнозирований – и бизнес, и граждане, и инвесторы, и кредиторы. После поддержали бюджетную резолюцию. Это означает, что парламент принял во внимание выводы профильного комитета и направил рекомендации в Кабмин для доработки основной сметы государства на 2019 год ко второму чтению. Бюджет консолидированный – 1 триллион более 200 миллиардов гривен. Дополнительных предложений у нас на 2 триллиона и 200 миллиардов. Предложений намного больше, чем мы можем себе позволить. Нужно развивать экономику. Но на сегодня бюджет сбалансирован. Так, основные показатели государственного бюджета на 2019 год следующие. Доходы на уровне 46,2 миллиардов долларов. Расходы – 39,2 миллиарда. На оборону планируют потратить 7,5 миллиардов. На образование – 8,6 миллиардов. На медицину – 3,3 миллиарда. Рост внутреннего волового продукта – 3%. Инфляция на уровне 7,4%. Минимальная заработная плата – 150 долларов. Рассмотреть государственный бюджет во втором чтении планируют не позднее 20 ноября. А в третьем чтении и в целом – не позднее 1 декабря 2018 года. Ольга Михалюк, Антон Куница, Игорь Каркадым, ЮЭТВ. Сердечные клапаны, которые растут вместе с ребенком. Это поможет решить проблему постоянных операций на детских сердцах. В год в Украине рождаются около 4000 малышей с врожденной патологией сердца. Половина из них нуждается в протезировании сосудов и клапанов. Их по мере роста ребенка нужно менять на новые. Подробнее Инесса Занина. Четырехлетний Артем плохо слышит, поэтому на вопросы сразу не отвечает. Тем не менее, он общительный и жизнерадостный ребенок. Хотя перенес уже четвертую операцию на сердце. Первую сделали на 16-й день после рождения. Артальный клапан чинили и вот сейчас меняли кондуит. Ну, в принципе, обычный ребенок, здоровый. Тогда Артему поставили трубку вместо недостающего при рождении сосуда. Данная операция предполагает использование, замену несуществующего, неразвитого от природы сосуда искусственным протезом, который, конечно же, не способен расти. И поэтому тот размер протеза, который был установлен во время операции в период новорожденности, он уже недостаточен для ребенка этого возраста. Проблема замены искусственного органа по мере взросления ребенка одна из самых актуальных как для врачей, так и для пациентов. Разработки по выращиванию органов Энтони Атала, американского биоинженера, могли бы решить эту проблему. Летом он приезжал в Киев в детский кардиоцентр. Присутствовал при проведении операции, видел, какие части мы заменяем детям, видел, над какими клапанами мы работаем. И он считает, что, скажем, возобновление выращивания нового клапана, нового сосуда, ну, это не фантастика, это реальность. Выращивать сосуды и клапаны будут из клеток плаценты ребенка. Эти клетки идеальны для таких целей. Кардиологи надеются, что уже через год смогут лечить маленьких пациентов по новой методике. В год в подобных операциях в Украине нуждается до 2,5 тысяч детей. Инесса Занина, Дмитрий Гришко и УэйТиВи. Велопарковки возле офиса, велокорпоративы и даже премии для работников, которые ездят на велосипеде. Столичные компании соревновались с популяризацией велотранспорта. Какие именно условия создали для своих сотрудников и кто стал лучшим в этом году, расскажет корреспондент УэйТиВи Юлия Крючкова. Это наша небольшая скромная парковка. Здесь раньше был склад примерно таких материалов, но мы когда арендовали офис, это было одним из условий. Коллеги просили организовать какую-то велопарковку. Это должно было быть защищенное место. Вот этот красный велосипед, это наш корпоративный велосипед, то есть он принадлежит компании, и любой из сотрудников может им воспользоваться просто как шерингом. Дмитрий руководит небольшой компанией, которая занимается транспортным планированием. Он и сам иногда ездит на велосипеде на работу. Но самый большой почитатель этого вида транспорта в офисе – Максим. К езде на велосипеде у него профессиональный подход. Стараюсь как-то по-разному выбирать свой маршрут, и при этом учитываю дорожную обстановку, возможные варианты, где я буду конфликтовать с транспортом, поэтому стараюсь более безопасный с точки зрения маршрут себе выбирать. Для поощрения велосипедизации компаний сотрудникам выплачивают премию за использование этого вида транспорта. Она такая небольшая, но тем не менее заставляет задумываться, может все-таки воспользоваться велосипедом. Это 30 гривен в день, но условия, что вы должны проехать на велосипеде не меньше 10 дней в месяц. Компания решила поучаствовать в конкурсе «Велоработодатель года». Его проводят в Киеве уже в девятый раз. В этом году в финал вышли 13 организаций. Насколько их офисы являются байк-френдли, оценивали победители прошлых лет. Среди участников конкурса не только частные компании. В финал вышли Национальные банки и Министерство энергетики Украины. Я лично езжу на работу на велосипеде, но в этом есть и некоторые неудобства. Это все-таки нагрузка, поэтому нужно принять душ. Нам выделили помещение, мы нашли средства. И в этом году мы сделали и велопарковку, и душевые, и раздевалки для мужчин и женщин. Теперь наши работники с удовольствием этим пользуются. Но самые лучшие условия для велосипедистов в этом году, по мнению жюри, традиционно создала IT-компания. Именно из этой сферы половина победителей конкурса прошлых лет. Офис компании транспортного планирования Дмитрия стал вторым, как и в прошлом году. Юлия Крючкова, Александр Бугай, UATV. 18-летняя одесситка Даяна Ястремская продолжает удивлять. На теннисном турнире серии WTA в Люксембурге она победила россиянку Маргариту Гаспарян в двух сетах и вышла в полуфинал. Накануне украинка обыграла экспервую ракетку мира испанку Мугурусу, а на прошлой неделе выиграла свой первый титул в карьере. В мировом рейтинге она поднялась на 66-ю позицию. Следующей соперницей Ястремской в Люксембурге станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Экстремальный заезд в пустыне. Уже через два дня в Чили стартует гонка на автомобилях, которые питаются солнечной энергией. Машины должны проехать за 8 дней 2600 километров. О подготовке спортсменов в сюжете Александра Кулебабы. Больше 2500 километров на одной лишь солнечной энергии проедут участники автомарафона в чилийской пустыне Атакама. Первые команды уже прибыли в Сантьяго. Они готовятся к долгому и, как говорят организаторы, самому экстремальному заезду на автомобилях с солнечными батареями. Стартуют 20 октября. Соревнование проходит от Сантьяго до Арики. Мы можем сказать, наверняка это самый сложный заезд на солнечных батареях в мире. В этом году в Карара Солар Атакама участвуют 11 команд. Спортсмены должны преодолеть пустыню за 8 дней. Участие в гонках принимают как гибридные машины, так и те, которые работают исключительно от солнечной энергии. Бельгийская команда, занявшая третье место в мире, приехала на соревнования, но она никогда не соревновалась в таких экстремальных условиях. С другой стороны, есть местные команды, которые уже знакомы с ландшафтом пустыни, уровнем радиации и температурой. Главным станет выбор стратегии. Пустыня Атакама считается одной из самых сухих в мире. В некоторых местах дождь здесь выпадает раз в несколько десятков лет. Кроме того, спортсменам придется преодолевать перепады высоты от нуля до 3400 метров над уровнем моря. Александр Кулибаба, UATV Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua заходите. Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UATV. Субтитры создавал DimaTorzok